Когда мы открыли архив 1972 года, он был вместо редактора, Леонид Васильевич Лапцой. Нярьян Ангырм и Леонид Лапцой, листая пожелтевшие газетные подшивки, журналисты и сегодня открывают новые интересные факты биографии и творчества известного ненецкого поэта и писателя. Есть у него книга «Надпись на камне». Мы вчера нашли как раз вот это вот им написанное на ненецком языке. До этого мы только читали его на русском. Автор стихов, поэм, песен и книг долгие годы посвятил ей журналистике. Его публикации стали визитной карточкой в газете на родном языке уже в 1954-м. Леонид Лапцой. Едей Сегеревна по новой дороге. Харпоть лыет. Теды на лимданы. Сквозь вечную мерзлоту, сквозь снега. Известный ямалец воспевал бескрайнюю тундру женщин-северянок, земляков-тружеников, оленеводов и рыбаков. Архивы Нярьян Ангерм интересны и современным читателям. Недавно в редакции побывали гости с пролива Малыгина и полуострова Таймыр и нашли в газете упоминания о своих родственниках. Один нашел у нас своего отца, который был в свое время передовиком в Гданской тундре по добыче рыбы. Родился Леонид Лапцой в ямальской тундре в семье оленевода на берегу озера Ярато. При рождении ему дали имя Весака, что в переводе означает «мудрый старец». После школы-интерната поступил в Салихардское медицинское училище. Встреча со знаменитым прозаиком и поэтом Иваном Истоминым стала судьбоносной. Именно он первым разглядел и оценил в Лапцую великий поэтический дар и пригласил на работу в газету «Красный север» в далеком 53-м. Он ему предложил как раз поработать внештатным корреспондентом, где он два года и работал. А уже последний год, уже на третьем курсе, он уже трудился официально. Позже Леонид Лапцой возглавил окружную национальную газету «Нярианангерм». Сегодня произведения самобытного автора известны во всем мире. А книга «Эдейка» в числе лучших детских на родном языке. Леонид Васильевич последние годы хотел себя посвятить именно детской поэзии. Но, к сожалению, сердце восстановилось, он не успел. Он говорил, что дети – это то, что как зерно, лучше для них писать, потому что что посеешь, что потом и вырастет. Сегодня Леониду Лавцую исполнилось бы 95. Прожил ненецкий поэт всего 53 года. О себе он написал коротко. «Жизнь человека подобна Аргишу, где каждая нарта имеет свое назначение». Марина Подгорная, Максим Кутафин, Александр Ёлтышев. Программа «Время и мало» Селехард.